Упражаются различные святые. И вот мы как бы молимся, обращаемся через эту икону к этим святым. То есть мы не в доске когда-то молимся, а вот именно к этим святым, которым мы загружаем. Ну, в общем, иконы бывают разные. Бывают большие, маленькие. Бывают даже с житиями. Допустим, святой. И по краям, вы, может, видели где-нибудь. Ну, там вот на выставке посмотрите. Жития, вот святого, который изображен, по краям еще изображены все его жизненные события, какие-то чудеса, все это. И вообще, как сказать, иконы, это богословие в красках называется. Как бы есть всякое учение. Вот вы учитесь в школе, там, допустим, математика, там тоже какие-то свои, ну, вы ее долго изучаете. Вот как бы, как по православным, называется катехизис. Катехизис — это в переводе учение о вере. Понимаете? И как бы икона — это вот катехизис как бы в красках богословия. То есть по ней можно изучить богословие. Не только читая книжки, но как бы узнавая об иконах, в общем, смотря на них, если Господь сподозит, вы этому как-то не церковитесь, будете молиться. Ну, вот это такое вступление. Ну, вот икона, в общем, делают на деревянный класс, как видите. Используют липу, потому что там очень легкий материал. И очень хорошо он порежется, и все. Потом у нее вот вставляются вот такие шпонки. Ну, вот здесь вот так вот вставлено, видите, в середину. А шпонка, эрлиф — это такой мягкий материал, а шпонка обычно делают дубовую, потому что это такой твердый материал. И она вот вставляется, она ее держит, чтобы она не гнулась. Дерево уходит, она может выгибаться. Вот, может, если видели какие-то старые иконы без шпонки, которые вылетели из старой шпонки, она даже вот так может быть выгнута, погнутая. Это вот в этой такая шпонка, а вот в этой большой. Вот чаще всего вот такую делаю. Вязается вот такая. Потом, значит, ее левказ. То есть сразу не на дереве пишут, а вот делать вот этот левказ. Он, значит, делается... На рыбе инклюкс она хорошая, но он сейчас так тоже не остается. В общем, современные иконописцы, они делают из желатина вот этот состав. Мочат в ней по руку. Павлока такая редненная ткань. Не синтетическая. Нужно, когда он такой очень плотный. Но в то же время с такими дырочками, чтобы он не совсем был такой, ну, часто соткан. Вот, и его наклеивают. Ждут, когда высохнет. Потом из части этого клея делают вот этот левказ. Его разбавляют водой, и туда добавляют мел. Ну, просто мел. Вот я, в принципе, отожду. Ну, вот зубная хорошо, потому что тоже мел. Вот просто мел сыпят до определенной консистенции такой. И потом горячим его заливают в первых слов. Потом второй слой еще, тоже жидким. А потом уже шпателем, ну, вот как рабочие, шпатлюют стены. Вот. И накладывают здесь слоев 5-6. В общем, чтобы он был вот такой гладкий. Вот, потрогайте. Это уже, правда, зашлифована шкуркой. Вот так, который как-то талантом. Горицы, это. Потом будет непонятно. Прикольно.